Жил-был мальчик А звали его Женя И вот однажды ему начали ставить лайки Много лайков И на телеграм подписывались Колокольчик тыкали Ага, поверил Ну и бредятина Рассказчик истории Смысл этой игрушки заключается в том, что сегодня мы сами станем рассказчиками И будем сами выбирать, каким образом у нас будет развиваться история Поверь, это очень интересная игрушка, я долго ждал ее выхода Рассказчик истории Книга о том, как сочинять сказки Я уверен, каждый в детстве сам мечтал стать сказочником Чтобы выбирать, каким образом эта сказка закончится И сегодня мы это сможем сделать В конце этой книги корона Ею награждают только лучших сказочников на свете Все страницы чисты, есть только название Ваша задача заполнить все страницы увлекательными сказками Закончите книгу и докажите, что достойны звания сказочник Чем тут такого намучу? Ага Глава первая Жизнь и смерть Ну давай начнем по порядку Выбираем любовь и посмотрим, что у нас тут есть Адам сперва один А потом он находит любовь и умирает счастливым Сочините сказку с таким названием Смотри, значит у нас есть Адам и Ева И нам нужно сделать, чтобы вначале он был один Все, все пока Это что такое? Этот листик не кажется мне очень надежным Ну ладно Значит Адам вначале у нас был один Потом он нашел любовь, получается он нашел Еву Ё-моё, нифига себе У Евы жоп Любовь он нашел и умер счастливым А как можно умереть счастливым? Если Ева сдохнет, правильно? Не, ну это же круто пережить свою жену Шо ты плачешь? А, у нас же Адам умер А я Еву похоронил Хорошо, тогда Адама... Да почему мы Адама похоронили? Вообще не понял Еще Еву добавим Такой Насколько я знаю Здесь есть разные варианты событий То есть я могу как-то по-разному историю сделать И от этого будет зависеть концовка Ева умирает с разбитым сердцем И у нас есть любовь, смерть, Адам и... А, это я прям сцены могу делать Окей, то есть вначале у них была очевидно любовь Мы запихиваем Адама и Еву Они любят друг друга Потом у нас происходит смерть У нас умирает Адам Ева плачет Ей грустно И она тоже умирает Отличная история получилась Немножечко грустная, но не все сказки должны хорошо заканчиваться По смерти В смысле по смерти Они уже сдохли Встреча с призраком любимого человека А, то есть они вначале сдохли А можно еще одну смерть нафигачить? Нет, нельзя? С призраком любимого человека То есть любимый человек вначале должен умереть То есть вот стоит Ева У нее умер Адам В смысле? Она такая, что? Что за фигня? А что дальше-то делать? А как мне призрака сделать? Окей, давай еще одну смерть сделать Теперь наоборот Что происходит? У нас Адам стал призраком, а Ева сдохла Давай по порядку Вначале у нас точно была любовь Потом у нас случилась смерть То есть Ева умерла Адам такой Нет А потом у них снова случилась любовь Потому что Адам встретил свою Еву И теперь они счастливы Что-то он не очень счастливый Мне кажется, он немного обосрался Но в принципе все нормально, логично закончили Идем дальше Следующая глава Следующая глава церемония? Что, какая церемония? А, я что-то пропустил Вот Разбитые сердца Глава 2 Подожди, а это мы все одну и ту же историю? А, нет, смотри, какие-то другие персонажи уже Разбитое сердце исцеляется У нас есть свадьба, смерть, Эдгар, Леонора Окей, давай вначале будет свадьба Жениться у нас будет Эдгар На Бернарде А потом, короче, резко Бернард умирает Эдгар такой Господи, нет А потом снова происходит свадьба И Эдгар женится на Изабелле Недолго он горевал Да нахрен этот Бернард вообще нужен Идем дальше Чудо, чудо Возникло какое-то чудо Разбитое сердце исцеляется Оживление, смерть, свадьба И у нас только два персонажа есть Окей, давай начнем, как обычно, со свадьбы Теперь у нас Леспийская свадьба Элеоноры И Изабел Получается, они поженились Потом Изабель сдохла Элеонора такая Господи, помогите Потом сама Элеонора сдохла от горя А потом они обе оживились И все А что, нет Только одну можно оживить, что ли Че за фигня У Элеоноры умерла ее жена Она снова решила сыграть свадьбу На этот раз она, ну она кончена Она решила сыграть свадьбу с призраком А потом внезапно призрак ожил Да что не так-то сейчас Я понял, чтобы разбитое сердце исцелилось Оживление должно произойти раньше Значит, вначале у нас свадьба Элеоноры и Изабель Потом Изабель умирает Леонора в шоке Потом Изабель воскрешается И потом у них снова свадьба И они счастлив Нормальная тема Два раза поженились Идем дальше Невезение Какое-то невезение случится Все отвергают Эдгара Нам нужно, чтобы так назывался наш рассказ Окей, тогда начнем со свадьбы Получается, у нас Леонора Женится на Бернарде А потом еще одна свадьба И Эдгар такой тоже Я хочу тоже вот эту вот Леонору Эдгар предлагает руку и сердцу И Леоноре Леонора такая Нету, у меня уже Бернард есть Я шо, по-твоему шваба? Вот и сказочке конец И вот Эдгар сдох Он молодец А, не, подожди Эдгар сдох И Леонора такая Господи, что в смысле вопрос? Ты должна горевать А потом еще и сама Леонора сдохла И уже Бернард такой Типа, господи, помогите А, нам нужно, чтобы все Отвергнули Эдгара Ладно, тогда у нас Леонора умрет И Бернард будет горевать Потом Бернард поженится На Изабель Потом Эдгар решит Пожениться на Изабель Но она его отвергнет И потом Эдгар просто умрет Это что? Ну почему? Ну все логично Все отвергают Эдгара Смотри, Леонора Эдгара отвергла Изабель отвергла А, Бернард-то не отверг Окей, тогда наш Эдгар Пробует еще раз пожениться Но на этот раз Он хочет пожениться на Бернарде И всё, у нас все отвергают Эдгара, бедный Эдгар. Что это вообще за сказка получилось? Элеонора решила выйти замуж за Бернарда. А Эдгар захотел пожениться на Элеоноре, но Элеонора отвергла Эдгара. Элеонора умерла, и Бернард плакал днями и ночами. Но Бернард нашёл новую любовь, Изабель. Эдгару тоже нравилась Изабель, но Изабель отвергла Эдгара, потому что у неё есть Бернард. Эдгар не отчаивался и решил предложить руку и сердце Бернарду. Но Бернард его отверг. Отличная история, мне понравилась. Идём дальше. Горе, случилось какое-то горе. Да то не везение, то горе, бедный Эдгар. Выжившие супруги находят утешение. В сказке может быть меньше сцен. Ага, то есть нам не обязательно всё использовать. Так, ну у нас опять только свадьба и смерть есть, поэтому давай начнём со свадьбы. На этот раз всё-таки поженим Эдгара на Элеоноре. Да куда? Вот сюда. Всё отлично, мы их поженили. И тут внезапно в это же время Бернард решает пожениться на Изабель, но внезапно умирает Эдгар. Элеонора плачет, внезапно умирает ещё кто у нас. Изабель умирает и Бернард плачет. Но и всем становится пофигу, потому что Бернард женится на Элеоноре и они живут долго счастливо. Вдовец и вдова нашли друг друга. Отлично. Это была последняя часть этой главы и мы получается переходим дальше. Третья глава называется Привидение. Блин, какая-то страшная музыка. Начала играть, какой-то хоррор буду делать. Эдгар поражает сам себя. Ну Эдгар, конечно, красава. Зеркало, амнезия и смерть. Хорошо, давай начнём с зеркала. Эдгар такой, ммм, какой я красивый. Потом у нас внезапно случается амнезия. И вот снова смотрится в зеркало. Не, ну реально поражает же сам себя. А, подожди, может вначале у Эдгара случается амнезия и он смотрит на себя в зеркало и умирает нахрен. Окей, давай вначале Эдгар умрёт, потом он внезапно, у него случится амнезия. А потом он в виде призрака посмотрит на зеркало. Реально так нужно было делать, что за жесть. Я уверен, тут ещё какие-то варианты есть развития событий. Это не единственное, что я мог сделать. Один из супругов отвергает другого. У нас опять разрыв отношений должен случиться. Окей, тогда начнём со свадьбы. Получается Эдгар Леонора женится на Изабеля. Потом у нас Эдгар захочет пожениться на Изабель, но Изабель его отвергает. Но Эдгар не отчаивается и предлагает выйти замуж Леонору. Она его тоже отвергает. Потом, допустим, Изабель умирает, Леонора плачет. А, тут один из супругов отвергает другого. То есть нам нужно сделать так, чтобы Изабель отвергла Леонору. Подожди, а я знаю, как это сделать. Смотри, у нас Изабель умрёт, Леонора будет плакать. Этим воспользуется Эдгар. И он предложит Элеонору выйти замуж. Они пожениться. Потом у нас Изабель оживёт. Помнит про свою бывшую жену. И предложит ей снова встречаться. И она её отвергает. Капец, тут Санта-Барбара получилась. Нормально, нормально. Так, дальше. Воссоединение. Ну, хоть что-то хорошее. Супруги с разбитыми сердцами снова вместе. Это Эдгар и Леонора. Блин, а тут реально, получается, персонажи зависят от того, что у меня было до этого. То есть, смотри, у нас получается... Поэтому сюжет уже Эдгар у нас с Леонорой воссоединился. И он сейчас тоже с ней же. То есть, то, что я делаю, реально влияет на будущие события. Получается, нам вначале нужно им разбить сердце. А потом уже воссоединиться. То есть, у нас вначале умирает Элеонора. Эдгар вообще плачет. Потом Элеонора воскрешается. И всё, и как бы отлично. Они снова вместе. Что не так? А, у Элеоноры тоже должно разбиться сердце. Или, может быть, мы оживим Элеонору. А потом умрёт Эдгар. И теперь она уже будет плакать. Но Эдгар всё-таки тоже воскресится. И они будут жить долго и счастливо. Какой кошмар. Я бы такую сказку не хотел слушать, если честно. И последняя у нас история в этой голове. Это беда. Произошла какая-то беда. У всех разбитое сердце. То есть, нам нужно сделать, чтобы и у Эдгара, и у Элеоноры, и Изабели было разбитое сердце. Окей, давай начнём свадьбы. И на этот раз у нас Эдгар всё-таки поженится на Элеоноре. Они в прошлый раз жили долго и счастливо. Но всё равно у этого всего будет печальный конец. Потому что нам нужно сделать у всех разбитое сердце. Получается, Эдгар умирает. Леонора плачет. Потом у нас происходит ещё одна свадьба. На этот раз Изабель и Леоноры, они тоже счастливы. Но Изабель тоже дохнет. И Леонора вообще в шоке. Первый муж сдох. Жена тоже сдохла. Но внезапно Изабель оживает. И сразу же снова дохнет. И всё, у всех разбитое сердце. Смотри, у неё... А, у нас у Эдгара не разбитое сердце. Подожди-ка, чё-то не то. Нам нужно, чтобы у всех разбилось сердце. Нам в любом случае нужно поженить Элеонор и Изабель. Потом нам нужно 100% убить Элеонору. Изабель будет плакать. И единственное, у кого не разбитое сердце, это Эдгар. И его нужно оживить. Его жена-то уже умерла? Или типа пофигу, можно так сделать. Да? Так она же уже умерла. Почему у тебя сердце-то только сейчас разби... А, потому что ты только сейчас воскресился. Капец, я запутался тут. Ужас. Мы прошли ещё одну главу. И следующая глава... У нас Эдгар поражил... А, теперь я могу посмотреть на то, что я сделал. Мы можем прочитать сказку, которая у нас получилась. Окей, давай попробуем. Эдгар уже давно умер. И внезапно у него случилась амнезия. Он увидел сам себя в зеркале и испугался. Но тут внезапно случилась свадьба Элеоноры и Изабель. Но Изабель умерла. У Элеоноры разбитое сердце. Но Элеонор недолго переживала и решила выйти замуж за Эдгара. И тут происходят внезапные вещи. Изабель оживает из мёртвых и предлагает снова встретиться с Элеонорой. Но Элеонора уже поженилась на Эдгаре. И у них у всех разбитое сердце. Они злые друг на друга. И жили они недолго и несчастливо. Ладно, я, наверное, не буду все сказки зачитывать. Но вообще это прикольно. То есть, когда мы с вами доделаем какую-то сказку, мы можем посмотреть, что у нас в итоге получилось. И следующая глава у нас называется Подвал. И что-то в этой главе вообще страшное произойдёт. Ты посмотри, там отрава, трагедия, гнев, зависть. Не хочу портить атмосферу нашей сегодняшней хорошей серии. Так что обязательно прямо сейчас поставь лайк. Как только под этим видео наберётся много лайков, я продолжу эту игрушку. Я хочу пройти её полностью, потому что она реально просто офигенная. Подписывайся на канал и тыкай на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию прохождения этой игрушки. Про мой телеграм-канал тоже не забывай. Там я тоже классные истории рассказываю. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok